Субтитры делал DimaTorzok Сотрудников, выдавших эту программу, в эфир глава телекомпании обещал уволить История с российскими солдатами в эфире украинского телеканала СТБ для многих прошла незамеченной Ну что поделаешь, человеческий фактор, не досмотрели, не подумали, виновных уволить и так далее В общем, ничего страшного Руководитель телеканала, а точнее председатель правления закрытого акционерного общества Международный медиа-центр СТБ Владимир Бородянский даже принес извинения В письменной форме на своей странице в Facebook Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим Мне стыдно Программу уберем с эфира Виновных уволим Написал Бородянский Казалось бы, все, скандал разрешен А нет, здесь надо разобраться в сути произошедшего Напомним, СТБ показал телешоу «Битва экстрасенсов» с участием российских военных Один из которых служил в Украине Тоже военный, но не Чечня Это совсем недавно Сирия? Не Сирия, это Украина И это оказалось правдой Я рассказал, что я там служил Кто? Украина Тоже? Это он же При этом представитель «Их там нетов» заявил, что в Украине над ним издевались Заставляли могилу себе рыть У тебя где-то, ну, какое-то унижение такое Это я когда на Украине служил Да, мы издевались, заставили себе могилу копать Ты матушку твою что-то там впрягали в это дело Да Значит, смотри, это прошло И у тебя есть тот опыт Знаешь, дорогого стоит опыт И тем более тебя не сломали Мы не можем показывать, о чем они говорили Но молодой человек был потрясен Кто заставлял при каких условиях Где именно Не уточняется Это узнаваемый почерк Кремлевской телевизионной кухни Распятых мальчиков, плачущих коров Легионов НАТО, карателей Концентрационных лагерей Визиток Яроша, черных трансплантологов И тому подобной лапши Зрители федеральных российских каналов Наелись вдоволь Хватит мямлить, пора говорить как есть Заткнись, кто ты такой вообще? Придурок ты, понимаешь? Но суть не в этом Умельцы из СТБ Вырезали из серии Изначально снятой для российского рынка Упоминание об Украине И все Думали про катеты Для рекламодателей И для зрителей А нет Скажите, вот насколько я понимаю Все-таки существуют службы мониторинга Которые отсматривают то, что выходит в эфир Тем более на крупных телеканалах Как получилось так, что этот эпизод С российскими военными Попал в эфир Я думаю, что это не служба мониторинга Это Ну, телеканал готовил к эфиру Эту программу И Ну, Бородянский уже объяснил Да, что Якобы те люди, которые готовили это К эфиру Ошиблись Допустили ошибку И допустили Ну, что-то вырезали А что-то не вырезали Но тут Вопрос другого рода возникает Что, а когда покупали этот продукт Для показа На телеканале СТБ Они не понимали Что, в целом Ну, с любым российским продуктом Сейчас могут быть Такие нюансы Но, наверняка, все-таки Прежде чем покупали Видели Какие там иногда герои В этой битве экстрасенсов Они принимают участие Так, а почему все-таки Так получилось Ну, я не могу ответить За Бородянского И за людей Которые работают на СТБ Но в целом Эта тенденция говорит о том Что До сих пор еще Собственники каналов И телеменеджеры Крупных каналов Они не готовы Отказаться от российского продукта Потому что Для них Рейтинги Доходы Какие-то некие Важнее, чем Ну, интерес гражданского общества Да И, с одной стороны Ну, это Вроде бы Просто бизнес И ничего другого Как пытаются Доказать там Ну, тот же, допустим Владимир Бородянский Или другие Представители телеканалов Ну, с другой стороны Когда Такая ситуация В стране Когда речь идет о Наличии Внешней агрессии Есть внешний агрессор И Продолжается Закупаться Продукты его Ну Это не первый И не последний случай Я думаю Подобных ситуаций Это будет продолжаться Бесконечно До тех пор Пока Менеджменты И Собственники каналов В конце концов Не поймут Что нельзя играть в прятки С С Обществом Украины И с родной страной Мне пока трудно Предположить Каким образом Может поступить Здесь Надсовет Мне кажется Что тут более Значимо то Что А, Бородянский Извинился Ну и тут уже В силу Должно вступать Конечно Гражданское общество Которое может давить На Собственников Телеканалов Я не знаю Там Кадровые решения Не кадровые решения Но Для меня Под знаком вопроса Почему были уволены Какие-то Клерки Условно говоря Ну люди Не первой Значимости На телеканале Они были уволены На самом деле А почему Выйдет просто Сухим из воды Топ-менеджмент Который все равно Без его Согласия На В принципе Закупку этого продукта Ну ничего не могло произойти Нам уже это понимают Как известно СТБ А также Телеканалы ICTV Новый канал М1 М2 И QTV Входят в медиагруппу Starlight Media Которую контролирует Олигарх Виктор Пинчук Тот самый Который является Зятем Бывшего президента Украины Леонида Кучмы Тот самый Который Который в конце декабря 2016 года В статье Для The Wall Street Journal Предложил Властям И гражданам Украины Пойти на ряд Болезненных Компромиссов Ради завершения Конфликта С РФ Среди Озвученных им Инициатив В частности Временное Исключение Украиной Из заявленных Целей Членства страны В Евросоюзе Отказ от намерения Вступить в НАТО В краткой Среднесрочной Перспективе И согласиться На Нейтралитет Также Он настаивает На позиции Что Крым Не должен стать Помехой На пути решения Которая Положит конец Войне На Востоке Нечто подобное Кстати Высказала Накануне Госпожа Савченко Тесные связи Которые с кумом Путина Виктором Медведчуком Становятся с каждым днем Все очевиднее Кроме этого Пинчук Предложил Украине Согласиться На проведение Местных выборов В отдельных Районах Донбасса До полного Возвращения Под свой контроль Над этой территорией С целью Продемонстрировать Свою приверженность Мирному Объединению То есть Провести выборы Под контролем Кремлевских Агрессоров Еще одним Предложением Бизнесмена Является Согласие Украины На постепенное Снятие Санкций С России Эта позиция Пинчука Идет вразрез С основной Линией Государства И является По сути призывом Капитуляции Перед Кремлевскими Гебистами Виновными В гибели Более Десяти тысяч Украинцев Не мудрено Что президент Украины Отказался Принимать Участие В завтраке Который Пинчук Устраивает Ежегодно На экономическом Форуме В Давосе И напоследок За нарушение Законов Украины В том числе За пропаганду Силовых структур Агрессора Телеканал Дождь Вылетел Из украинского Информационного Пространства СТБ Пока отделался Лишь Легким Испугом На этот счет Можно еще Долго Рассуждать Но лучше всего Об этом чудесном Случае В эфире Развлекательного Канала Высказался Украинский Журналист И телеведущий Александр Золодько Который Добровольно Ушел на фронт Защищать Украину От Кремлевских Захватчиков И поэтому Видит Проблему Изнутри Я уверен Что история с российскими военными На СТБ В битве экстрасенсов Это не демарш Отечественных Олигархов Слишком мелкая Информационная Бомба И я уверен Что это не холодный расчет Редакторской группы Канала Скорее всего Просто купили очередной сезон Мыльной оперы И вдруг В середине оказалась Одна из серий С не очень правильным Для сегодняшней ситуации Политическим уклоном Ну что уж поделать Деньги заплачены Не будем же мы выбрасывать Целую серию И драматургия потеряется И непонятно будет Зрителю Как ушел Очередной участник Конечно Телевизионщики Должны понести За это ответственность Равно как и контролирующие В Украине органы Но история на самом деле О другом История о том Что война России и Украины Стала обыденностью Это не специальный агент Не шпион Не ФСБшник Простой русский парень Рассказывает Как служил своему отечеству Убивая украинцев На Донбассе И это Обычная для России Сегодня ситуация Это не расследование Про военного Это обычная Телевизионная Жвачка Ее пропустили Местные цензоры На нее не отреагировало Российское общество Потому что Они привыкли Ездить сюда И убивать Наших сограждан Это самое ужасное В данной ситуации А тем Кто рассказывает Что с русскими Можно помириться Вы будьте готовы К тому что Когда вы поедете В очередной раз К ним в гости Вам будут рассказывать Не только о том Что украинцы воруют газ Крым наш Но еще и будут хвастаться Как весело и легко Они убивали хохлов На Донбассе Не забывайте С кем мы имеем дело Помните об этом Каждую секунду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok